всем приветики вы на канале у меня у красивой девочки гали а кто-то если сомневается но это ваши проблемы короче у меня меня ужин вообще-то на ужин я сегодня приготовила блинчики вообще-то их на завтра на завтрак телефон клацет на завтра на завтрак вот ну а поскольку поскольку у меня там ничего больше на полужина нет поэтому я вот себе взяла 4 блинчика начинила их сырком и сейчас я буду эту вкуснятину кушать блинчики вкусно потерла туда сырку моцареллкой вкусно может побольше надо было сыра положить и обжарила на сливочном масле со вся чай корочка это просто под моему нету работает чтоб не завтра утром и не вставать не готовить завтрак я приготовила с вечера блинчики конечно они все обжаривала обжарила 4 штучки для сэба поужинать но остальное завтра иначе сыр-то расплавится потом будет не капучий как же это вкусно все не делала ничего представляете я даже обед не готовила потому что у меня был вчерашний обед приготовлен салфетками скажу ну как всегда я стояла у плиты и вся взмокла но был сегодня период когда если бы я готовила что-то я бы может быть и взмокла бы в общем короче сегодня на обед по вкусным чем только я разогрела борщ только мы поели ломать и свет вырубился ничего включено не было ну холодильник там телевизор мы пошел посмотрел посмотреть на площадку счетчик ну и что вы думаете там света не было и знаете такая тишина даже кочегарка не работала то есть у нас включили еще и топление это я так думаю что что-то делали никуда мы не звонили хочу звонить хотя сегодня смотрите суббота да я ничего не делаю как вкусно с сыром подстывает уже видно не тянется ну чуть-чуть уж моцарелла не настоящая ну было написано что натуральненькая и пицца вчера была очень вкусная я уже короче света вырубили я уже приготовилась к тому что он замерзать буду потому что раз там где-то сейчас на он прошел не знаем уж не час мы больше батареи тепленькие ставим здесь трогать бесполезно тут же знаете ли трубка на некие-то пластины и они вот на эти пластины трогаешь они вроде как бы не горячие но в доме всегда жарко ну а в общем короче замерзнуть я не успела когда лишь лет поэтому все нормалек а я уже приготовилась думаю что я буду делать и вкусные блины это у меня чай заварка очень вкусные кстати вкуснее чем в пакетиках пакетиках пьешь вообще никакой никаку вообще никакучий это пьешь пакетик спасибо галочка за ужин все приготовила для себя такое вкусняшку вот да вредно на ужин такое есть ну что-то я должна покушать я что-то должна покушать нужно было просто одному сыра поесть ну я решила с блинами вот главное что у меня на завтра на завтрак блины все сегодня я уже все поужинала есть только чаю попью еще стука щучка и попил ведь как разбухла заварка видите сколько много стало листья крупные я уже пить не буду это я раньше его покупала вперед я его покупала вот мы жили частном секторе а потом что-то мы как перешли на эти пакетики вперед мы покупали постоянно почему покупали старались покупать крупный с тобой хотя дима дима было мелко листовой но крупный листовой знаете чего то я его заварила и буквально там пару минут она все уже на дне ну бываешь там какие-то палки плавают не напитались видно но их очень мало их очень мало а мелко листовой они долго на поверхности плавают легкие вот вот нормальная погода морозов нету жары тоже нету особой ветерок так нормально короче пойдет есть такая зима будет кстати это там вроде как бы похолодание немножко у нас обещают посмотрим живем увидим завтра воскресенье что буду делать сама не знаю сама не знаю чем заниматься буду сеять еще рано уже знаете руки чешутся честно хочется уже чего-то это сейчас попробую себя наткнуть то я вам покажу там знаете как маленький домик зима камин то есть вот такой такая типа декорация что ли красивая и вы знаете прям вообще мне так прям это нравится хочу в такой доме прям вот прям вот не знаю вот вот смотрите сейчас посмотрите и у них там много много я хочу я не подписалась что ли вы подписывалась смотрите классно да не знаю видно вам нет должно быть видно камин горит шкуры на полу снег кровать тоже что-то похожее за окно в юго-то просто смотрите так уютненько так вообще привезти вот что-то я подсела прямо на них методах нравится когда они попадаются мне что вообще это в юга за окном снежный лес белый чистый такой вообще прелести красота красота ну естественно что я себе такую красоту никогда не сделаю потому что да и ума не хватит и ручек не хватит да и средств не хватит хотя средства знаю кто знает а вдруг кто-нибудь попадется такой знаете человек который захочет помочь мне чтобы такой в таком домике мы с моим обитали где-нибудь за и представляет дачка была бы у меня такая зимой чтобы можно было настроить домик или летний тонкий он надо утеплять вот и у него там потолок до такой низкий еще поэтому ну ладно хрестным с потолком окошко небольшое там окно вы побольше так знаете помечтать хоть помечтать хоть вот но как есть так и есть как будет так и будет а вы чё смотрите мне интересно еще меняется знаете показывает где-то в горах я не знаю где это ну пишет не по-русски ну где-то вот в горах может быть за кавказе может где-нибудь в карпатах там не русские надписи может азербайджан может армения может и грузия может осетия не знаю может быть это где-то в греции там еще где-нибудь в испании это вот они там горах у них там и хозяйство и барашки ходят собачки бегают кошечки и цыплятки курочки уточки и цветочки кругом не загорожено все это и вот она там чуток делает он там очаг разводит тоже залипаю залипание на то что готовит она на красивую картинку понимаете вот всегда приятно смотреть на красивую картинку дайте я так думаю это люди вот с фантазией такой вот все-таки снимают лишь не просто так и где вот они таких домиков понабрали ниже весь ну вроде как бы разные все похожие вот знаете как сказать дизайн вроде как похожий да но они же все разные там их так много представляете может это какая-то реклама чё-то автор кстати по русски все написано он мне вообще нравится очень залипаю на эту красоту где мои 16 лет нет знаете я бы конечно не хотела бы жить вот знаете там где-то в горах где там никого там же еще и змеи представляете но я понимаю что там красиво все это там же еще и змеи я я не знаю я не смогла наверно жить в местности где есть змеи я прям не могу вот это вот я дома жила я змеи никогда не видела не было и здесь вот тоже не знаю говорят что вроде где-то там где-то на реке на какой-то туда чуть вроде как бы есть на наше нету реки не видела говорят что недалеко где-то вроде есть я боюсь что не хочу чтобы они сюда приползали и знаете в турцию ездили мы ездили это был начало июня погода была нормальная такая это не было вот этой жары в июле в августе там что там пекло такое что не продохнуть нашими пруц именно в эти месяцы отдыхать там лучше конечно вот мы отдыхали прям щи и тепло было и море хорошее было и вообще еще такого наплыва туристов сильно много не было на все было замечательно короче дело не в это у нас был джипинг в горы ездили я дочка и внук ну и там гид с нами она была юля сказала ну здесь змеи когда мы останавливаемся бывает змей даже ползать на дорогу внук как услышал а ему тогда было но и за сколько косы 3 он закончил данный класс он закончил началки и представляете и он как это услышал и он как сидел в машине так он и не вышел говорим ванну ты же не слышал это не сказала что сейчас у них это как спячки а когда начнется брачный период вот тогда вот они выползают вроде как поэтому выходе не бойся это ничего здесь нету не знаете вот так и не вылез но тоже боится хотя говорят вот на алтае тоже вроде как бы змеи есть мы не видели вот сколько мы там были отдыхали не видели не видели но если я увидела я туда вообще больше труд никогда не поехал потому что я не знаю просто нет вот сочи тоже были но я тоже там например змеи я там не видела хотя я знаю что в горах скорее всего они есть в любых горах скорее всего есть нас степная зона но вроде как бы и степях я знаю знакомая где-то она то есть ростовской области показывала тоже реку и там прям эти змеи были я не знаю то ли они их палками отшевыривали в общем я не помню сейчас врать не буду но знаешь она их показывала это я бы вообще туда даже сказала все поехали я даже близко находиться не могу во первых я не знаю как себя с ними вести и что делать например да вот допустим вдруг она меня там укусит даже нечаянно может я буду идти просто без внимания мы же не привыкли смотреть себе под ноги когда то есть мы живем в такой местности где змеи то нет а так вот попаду в местность где змеи есть вы представляете я буду идти до руки на нее наступлю ну просто без внимания не специально там обезвнимание они оттятны я даже не знаю что я буду делать и она до такой степени растеряюсь и и это самое ночью я даже не знаю что я я наверно там бумрак сразу упаду и все и триндеться я умру от сердечного приступа нет укусы змеи а на сердечного приступа вот это вот это вот сто процентов потому что я вот даже вот не могу вот это вот знаете и в живую то живой нет я видела знаете где я видела западки в новосибирском у них как заходишь сразу на входе дендрарий думаю не дендрарий как он называется серпентарий в общем короче там змеи там не помню крокодильчики были или нет но змеи там точно есть пауки там еще какие-то у них это даре это же это деревья а серпентарий это там где змеи а как вот по-другому еще это называется где там не только одни змеи ночью вот так вот я видела и змеи гадюлку по моему там было я сейчас не помню давно было это было давно внук еще даже в школу не ходил он был маленький анализ ему возили не ушут из почками было обучение почки люди диагнозами поставить навозили анализы собирали вообще-то дурдом был какой представляете мы здесь собирали у нас здесь не не делают этот анализ мы здесь собирали мочу суточную то что он записывает и все сливали в банку вообще дурдом был настоящий короче мы не знали как нам там написали как это делать собирать анализы что там делать вот и как довести пришли к нашему педиатру даю не знаю что это за анализы такие у нас таких точно делают делали моего где мы делали в вицине по-моему новосибирске вот ну мы там спросили тоже как это все ну короче сказал собирайте мочу сутку сутки да то есть банку ставите в холодильник чтобы нас мочу ничего там нет а и вот собираете да я не помню сколько сколько мы на двух ретровую банку можно собирать и потом дома плавирует к нам не хотим она же нагреется а не было то ли лето что ли было уже ну тепло было на улице наверное летом может весна или что летом потому что мы намораживали лед и эту банку ставили в лед и вот везли обкладывали не помню уже чем и во льду везли эту банку туда приехали банку и выставили что делаете мы говорим ну сказали в банку привезете мы здесь возьмем знаете что вот вам дала нам такой стаканчик идите наливать блин дурдом ну пошли в туалет с этой банкой мочи представляете вот ну налили сдали не помню уже чё там потом позвонили но они что-то подозревали еще сказали что вроде как бы все нормально вот но я знаю что с этой банкой было вообще какой-то кошмар вот и потом но время то это и на хруту выходили в этот запад потом да и потом уже домой поехали ночевали нет я уже даже не помню наверное не ночевали потому что я знаю что мы все ходили там кафе недалеко прямо через дорогу что ли каленка малинка или просто каленка или просто малинка вот ну чё так кафешечка нормальная такая русском стиле русские блюда там подают покушали там там какой зал для курящих или не курящих для не курящих вот селит на все мы сели за стол я дочь зять внук мой ну я подождите что-то я наверное путаю и в этот же раз вы представляете или это был другой раз зашли в магазин в дорогу себе что там покушать взять ну такое не помню уже что муж печенёшки какие-то но что-то такое вот перекусить потому что ночью их 400 километров почти 4380 километров ехать вот я взяла это самое но это и короче сказали сумки ставьте выйти как они называются камера хранения но такие вот ящички короче ну чё все вышли это я села в машину мы поехали доехали до ордынки ордынка ордынка я не знаю сколько она там километров 100 наверно от новосибирска сейчас узнаю точно сколько километров от ордынка сколько километров от новосибирска до ордынки сейчас узнаем сейчас большая ордынка а ну да по трассе 106 километров километров 100 вот и я ну то есть остановили мы машину и я пошла в туалет я пошла в туалет засовываю руку в карман а у меня в кармане жетон от камеры хранения вот от этой вот где моя сумка а там документы в общем все там было ничего поехали назад поехали назад вот представляете 100 километров назад ехать он 100 назад потом обратно то есть мы считай 200 километров туда обратно бы смотались вообще там уже взять позвонил сестре сестра училась у него в новосибирске чтобы она сходила взяла сумку и передавала потом она по моему нам поездом ну то есть это было да вот но я не знаю точно это в этот же раз было когда мы входили в этот как его звать там потому что мы два раза ездили первый раз мы ездили на консультацию в эту областную больницу вот и нам назначили вот это вот анализы а второй раз мы ездили уже вот анализы возили мочует в какой из этих разов все это было в том что у меня уже в голове кашли и путала уже все как то вот так вот такие приключения еще у нас бывают но с сумкой тогда это было нечто зайти в туалет и только тогда понять что твоя сумка осталась в новосибирске в этой и в ячейке или как в ящике в этом ящике стоит камер хранения ну камер хранения не называют или как это вообще ужас а теперь как куда мы не заходим если вдруг надо оставлять сумку мой смеется надо мной мой надо мной смеется это вообще что-то нечто что-то с чем-то как-то говорится и смех и грех так ладно девчули все все всем спасибо всех люблю целую и обнимаю вы вот эту чуть не уронила и обнимаю мои хорошие вот хотела что-то еще сказать по поводу знаете и которые мне там пишут что я правыми писали это зеркало тебя видела но я знаю что я и так красиво чем не в зеркало на себя смотреть я и так красавишна красавишна ты посмотри на меня тут мне там написывает а где красивая девочка галя и самая позитивная пенсионерка интернета вы что ослепши и вокруг меня тоже такие все красавицы ну да мы в возрасте но все были девочками и все были красивыми всем пока